Водный, пеший или снегоходный центр арктического туризма готовит новые маршруты для гостей и жителей Ненецкого округа. Поскольку обойдется тур выходного дня и какие достопримечательности можно увидеть только в Заполярье, об этом мы поговорим сегодня в студии, это актуальное интервью. Я хочу представить нашего гостя, начальника дела продвижения и реализации турпродукта центра арктического туризма Алексей Бажуков. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Валентина. Алексей, расскажите, пожалуйста, какие новые туры, маршруты вы можете сегодня предложить тем, кто отдыхает в Наринмаре, тем, кто не уехал в теплые края? Ну, если мы говорим о зимнем сезоне, то благодаря, ну вот, по крайней мере, в этом году мы достаточно расширили географию наших туристских маршрутов. Практически начиная вот от запада и на восток округа. Большая часть, конечно, это у нас северный тиман, ягодка, изюминка Ненецкого автономного округа, я ее так называю. Очень много наших сограждан Ненецкого автономного округа давно мечтали туда попасть, но не было такой возможности. Сейчас мы, в принципе, говорят, открыли ворота в Арктику, то мы открыли вот такой достаточно большой туристский поток ворота на тиман. Вот, в этом году он был достаточно востребован, кто-то еще боялся, стеснялся, но, в принципе, поток некий был уже организован. Были и коммерческие туры, и в том числе мы помогали общественной организации организовать ежегодную, так скажем, экспедицию на северный тиман. Это жемчужина тимана, тоже большое количество, народу принимало в нем участие. И география этого маршрута тоже расширилась, на самом деле, потому что, если в том году она ограничена была у нас Нижним каменным городом и каньоном Большие ворота, то сейчас мы забрались уже достаточно далеко. Верховье Белое, все это на снегоходах, все это по нехожим, нетронутым, так скажем, цивилизацией тропами. Помимо этого, сейчас говорить стоит уже о летнем сезоне, который практически у нас завершается. Но вот раскачались мы вот сейчас. Почему говорю раскачались? Потому что организация и создание туристского продукта — это емкий комплекс. Тем более мы организуем безопасный и стараемся делать качественный туризм, поэтому в первую очередь тут рассматривается безопасность. Мы неоднократно, прежде чем его запустить, сами его проходим, сами его прорабатываем. Где-то потом, впоследствии, организуем пресс-тур для информационного освещения этого маршрута. И только после этого мы, наверное, уже будем готовы вести по нему людей. У нас есть, конечно, так скажем, уже некоторая база наших постоянных клиентов, которые просят опробировать новые маршруты на них. То есть они готовы. Порой они даже не знают, что их толком-то на самом деле ожидает. Имеют некое представление, но что на самом деле на выходе будет, толком не понимают. Но по возвращению это всегда огромный шквал эмоций и слова благодарности. Сейчас вот на летний период мы запускаем, ну, новый, не новый, это район реки Куя. Он достаточно простой, доступный и в большей степени, конечно же, ориентирован на наших граждан Нинско-автомного округа, на наше население. Почему? Потому что это принцип тура одного дня. Одного дня или тур выходного дня, как еще его назвать, если он, допустим, с ночевкой. То есть там комплекс достаточно он такой простой. Это заключается в чем? Мы заключаем договор, клиент оплачивает это все через кассу, наши отношения, так скажем, юридически закреплены, и мы выезжаем на маршрут. Вот. Это прогулка по реке Куя на резиновой лодке с надувным мотором. Везет, естественно, наш специалист, имеющий права на управление лодочным мотором и лодкой. Вот. Все по технике безопасности предусмотрено. Это спасательные жилеты. И река Куя и озеро Дедово, где, в принципе, тоже относительно недоступен в летний период. Почему? Потому что туда на квадромототехнике не добраться, дороги туда тоже нету, только водным путем. Там есть рыбаки-любители, которые так любят на спиннинг чуку половить. Вот. Поэтому вот в том направлении. Что там у нас есть? У нас это возможность также спортивно-любительское рыболовство на спиннинг. Это щука, окунь. Плюс природа, она там достаточно, ну, красивая и разнообразная. Вроде бы 20 километров от города, а все равно чувствуется некоторое изменение. Плюс есть у нас специалист, инструктор-методист по туризму, который достаточно качественно и, ну, даже бы сказал, подкован в сфере исторических катаклизмов, связанных с природой в нашем регионе. А именно это движение, схождение ледников. То есть он знает места, где это, в принципе, ярко достаточно выражено. Поэтому это можно тоже увидеть. Побывать на то, понятно, что ледник шел везде, сгребал все, но вот четко явленные места, и если твой глаз не подкован, и недостаточная база знаний, то ты этого никогда не поймешь и пройдешь просто мимо. Вот. Поэтому вот мы, это просветительская задача. Да, то есть еще познавательная составляющая. Познавательная, просветическая, краеведческая составляющая. А во сколько обойдется такой тур выходного дня? Он ориентирован на группу из четырех человек. Почему? Ну, лодка столько вмещает. Вот. По крайней мере, ну, группа туристов. Не считая проводника и водителя лодки. Это будет четыре с половиной тысячи, если это с ночевкой. Вот. Вот. Но здесь... С человека. С человека. Вот. Это с ночевкой. То есть вы уезжаете, допустим, в субботу, в воскресенье вы возвращаетесь. Либо же в пятницу, в воскресенье, ой, в субботу вы возвращаетесь. Вот. Там услуги гида, услуги проводника. Возможно, какие-то рыболовные снасти в плане удочки, спиннинга. Плюс познавательный рассказ. И, возможно, места для сбора дикоросов. Это ягоды и грибы. То есть питание и одежда всё с собой берёт турист. Да, 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 да. Мы этими вещами не то, что не грузимся, да, но это достаточно удорожит. Потому что что такое питание? Это организация питания. Это не просто я купил еду, и вот вам, пожалуйста, кушайте, готовьте. Это же надо организовать её. То есть это приобретение, это приготовление пищи. Безусловно, это всё удорожит. Если наш клиент попросит включить питание, то это уже в индивидуальном порядке. То есть это дополнительное. Но базовая стоимость, вот она такая. Вот. Если одним днём идём, это, так скажем, прогулочный, да, вот в субботу утром выехали и к вечеру вернулись, это будет порядком дешевле для группы в 4 человека, это будет 2,5 тысячи на человека. Вот достаточно доступный семейный отдых. Вот я его позиционирую именно так. Либо семейный, либо некий корпоративный, но корпоративный в рамках какого-то, может быть, небольшого отдела у предприятия, организации, учреждения, может. Либо группа по интересам, которая не знает, чем занять себя, допустим, в выходные дни. Когда он будет запущен? Ну вот на следующей неделе мы делаем пресс-тур для нашего СМИ. Ну и думаю, к следующим выходным уже можно будет его запускать. То есть информация будет в социальных сетях, на официальном портале центра арктического туризма visitnow.ru, который мы, кстати, сейчас в обновлённом виде. Абсолютно шикарный портал, мне нравится. Вот интересно об этом поговорить. Вот какая принципиальная разница будет нового сайта, в чём его плюс, преимущество? Он систематизирован и достаточно простой, яркий. Потому что до этого, это же результат работы нескольких лет сотрудников центра. Это не просто вот так вот. Была, да, сделана до этого площадка туристического портала информационного. Но не было понимания, там было всё достаточно скомканно. Сами в нём, честно скажу, вот я вот плутал, терялся, там турмаршруты, там эта вкладка не работает, это не работает. Сейчас же это, ну, просто как книга открываешь и листаешь странички, и ищешь то, что тебе надо. Причём оно всё как это, ну, по содержанию там доступно. Доступно языком, понятным, ярким, красочным, насыщенным. Удобная навигация, всё, в общем, будет понятно. Да, да. Понятно, вот мы его сейчас запустили, безусловно, если будут какие-то предложения дополнительные, мы будем их тут же оперативно вносить некоторые изменения. Но вот пока вот то, что вот сейчас представлено, в принципе, вот нас он устраивает. Вот вопрос, ну, понятно, это не для нас, это для граждан, для населения. И если что-то там, какие-то предложения, мы готовы рассматривать. Вот говоря об этом сайте, который тоже, даже не тоже, а вот в большей мере помогает продвижению округа как туристического региона, вот здесь хотелось бы узнать, каковы итоги за прошлый год, то есть насколько округ вырос как туристический регион среди вот международных туристов, иностранных, местных, то есть как здесь стоит дело? Безусловно, это сейчас вообще информационная составляющая, это как и реклама, да, это двигатель торговли, а сфера туризма, туристического бизнеса в том числе, да, это тоже двигатель. Поэтому без средств освещения работать только на одних телефонах или на каких-то своих знакомых связях, да, ну невозможно, то есть объемы будут не те, потому что мы будем отрабатывать, допустим, какую-то достаточно маленькую группу людей, а здесь это выход уже и на регион в целом, на страну, ну и уже как бы мир, мир, потому что сейчас уже откликается китайская клиентура, она начинает выходить на нас, просят туры, туры давайте, и они не просят какого-то такого экстрима, вообще приехать на Ренмар уже для них экстрим, а прожить здесь один-два дня, это тоже, это уже, ну, героизм. Тем более сейчас, когда, ну, комары, вот, по опыту прошлого года, например, когда мы привозили норвежцев, ну, организовывали международный скаутский слет, то, ну, для них все хорошо, а шикарная природа, организация мероприятий, ну, говорит, комары, это, это, это посланцы дьявола говорят. То, что они запомнят точно надолго. Ну, а если говорить не о летних турах, а вообще о новых проектах, которые вы предлагаете населению, региону, вот из этого, что у вас в разработке? Вот сейчас в разработке также у нас, вот, результаты туристического слета «Дорогами отцов-героев» 51-го показали, что там есть ряд этапов короткой полосы препятствий, которые очень полюбились и стали востребованы и желанны участниками турслета. И не только турслета, но даже у нас гости, которые приезжали смотреть на мероприятия или болеть за свои команды, им запомнился такой этап, как бабочка, ну, и еще ряд этапов. И сейчас народ-то просит организовать такое вот на базе туристического центра. Что мы сейчас и хотим запустить, это будет как услуга, но она будет чисто символической платы, потому что нам надо окупать эксплуатацию туристского снаряжения и плюс работы инструктора. Поэтому здесь как бы на группу это будут, ну, смешные деньги абсолютно, которые, ну, у нас магазин за продуктами тратишь больше, чем вот. А шквал эмоций, получение некого опыта и эксплуатации, например, альпинистского снаряжения, это определенный навык, который ты потом не растеряешь, он останется с тобой. Также у нас вот сейчас мы планируем запуск с начала августа курс молодого туриста, ну, юного туриста, да, что это такое? Это некий комплекс туристских мероприятий, направленных на повышение туристской грамотности, да, нашего подрастающего поколения, потому что вот руководствуясь своим опытом, работая с несовершеннолетними подростками, да, ну, вот я вот для себя выявил, что много ребят приходит, например, на туристские мероприятия или, оказавшись в лесу, они не знают, как себя вообще вести. То есть ты видишь разницу, когда у тебя ребята с тобой неоднократно ходят, а которые впервые приходят, то есть они не могут приготовить, они не могут банально собрать рюкзак, потому что, приходя к тебе на мероприятие с набитым рюкзаком, там, чипсами, там, сухариками и литрами кока-колы, а тебе идти километр, а у него нет ни спальника, ни ножа, ни коробка спичек, ну, тут понятно, что это уже становится достаточно большой нагрузкой для руководителя такого мероприятия. Поэтому это будет тоже как услуга, она будет проходить на территории туристического центра, она будет состоять из блоков. То есть родители, которые хотят или желают, могут либо привезти к нам, либо это все будет формироваться по заявкам группы, и на территории туристического центра с ними будет проходить раз в два раза в неделю, возможно, на территории туристического центра вот эти вот, так скажем, уроки. Уроки на природе. Причем будет идти, какая направленность от легкого к сложному, то есть они будут расти и приобретать определенные навыки, которые они также сохранят потом в жизни, банально применить их где-то во взрослой, научиться там варить кашу, разжигать костер, причем безопасно, собирать рюкзак, устанавливать палатку. То есть это, в принципе, вот такое. И родители-то могут потом, ну, отслеживая информацию на нашем портале, на наших группах, в Фейсбуке, ВКонтакте, то есть, может быть, их ребенок знает этот блок, да, например, то есть они могут включать своего ребенка в определенный какой-то конкретный блок, который, может быть, он сам пожелает или родители выберут для него. То есть вот так вот. Сейчас также у нас еще в планах на август, конец августа, организовать один день на реке Белая. То есть ориентировочная сумма 21 тысяча. На одного туриста? На одного туриста. Количество мест ограничено. Из чего эта сумма сходит? Она исходит из оплаты. То есть эта сумма просто на погашение перелета туда-обратно. И пока вертолет будет нас дожидаться. В силу того, что это особо охраняемая природная территория, это каменный город, каньон Большие ворота, поэтому, безусловно, все это будет сделано, организовано и проведено со всеми правилами и требованиями посещения территорий такого типа. Сумма вот эта исходит из стоимости нашего вертолета. Поэтому, сформировав, если мы сформируем такую группу, то, в принципе, мы это способны и готовы будем организовать. То есть утром вылетели, вечером вернулись. Это выходной день. Планируем мы это на 20 августа. А сколько человек в группе? В группе 18 человек. Группа 18 человек. Поэтому нам говорят, вот у вас дорого, это дорого. Ну, хорошо, 21 тысяча, один день. Но мы можем рассказать и проконсультировать, как можно самостоятельно туда выбраться, как пройти этот маршрут. Но, уверяю, он будет не дешевле. Допустим, перелет до Индики и обратно. Вопрос еще по стоимости. Ну, если вот так вот мы считаем, да. Плюс не факт, что ты попадешь на самолет. Не факт, что ты потом сразу же вылетишь. Плюс маршрут составит минимум 9 дней. Плюс затраты на гида проводника в поселке Индика или в Учейске. То есть это тоже выливается в определенную сумму. Но это уже вопрос от того, что хочет турист. Если ему достаточно того, что он увидит за один день, то, может быть, не имеет смысла ехать туда на 9 дней или больше. Может быть, а если он не хочет одного дня, понятно, что разница в один день и 9 дней. Тут по ощущениям эмоции, она абсолютно отличается. Здесь вы увидите определенные моменты, а тут если самостоятельно вы будете, либо же мы также можем организовать, но это будет порядком дороже. Плюс этот же маршрут мы планируем один день на Белый, так же и для приезжих. То есть это будет как тур. Здесь мы берем и за работу, здесь мы организуем и питание, здесь мы организуем и размещение, и перелет, услуги потом непосредственно там на маршруте. Ну вот он выходит, где-то тоже тур выходного дня, это в пятницу прилетели, в воскресенье они уже возвращаются в Москву. Что смогут видеть там туристы? Вот что необычного, где нигде нельзя увидеть на реке Белочь? Что туда привлекает туристов? Это наша особо охраняемая природная территория. Это каньон Большие ворота и Нижний Каменный город. Он достаточно зрелищный, он массивный. Целый день можно потратить на то, что ты только будешь ходить по этому Каменному городу, причем ты его даже весь не обойдешь. То есть это достаточно большая территория, но наши гиды-проводники там бывали неоднократно и знают примерные маршруты и тропы по наиболее интересным местам, ярким таким, откуда можно будет сделать замечательное фото, так скажем, с высоты птичьего полета. Ну представляете, вы стоите на утесе 90 метров, ну как не ощутить себя крылатой птицей, только вниз стягать не надо. Плюс, ну, новое веяние у нас в среде, это селфи, фотографии получаются. Вот зимой, по крайней мере, когда мы ездили, такое ощущение, что ты не на территории Нижнего автономного округа, а где-то в горах. Ощущение, я говорю, ну это эмоции, это эмоции. И мы, в принципе, вот в таких поездках вот как раз и дарим эмоции. А тур – это продажа эмоций. Вот по-другому я, ну, сложно назвать. Да, это комплекс услуг, который формируется в итоге у клиента, как одна большая такая эмоциональная жила, которая потом еще не дает успокоиться достаточно продолжительный период времени. А вот что касается самих сотрудников арктического центра, вот приходится очень много работать над турами, над продвижением. Сами вот где они черпают знания, может, какие-то курсы проходят обучение, вот как они идут в ногу со временем? Во-первых, они имеют большой, грандиозный личный опыт. То есть почему? Вот, например, коллеги из моего отдела – это люди, которые на абсолютно голом энтузиазме до этого самостоятельно ездили, изучали территорию, кого-то водили, проводили, просто идейные люди. Вот. И сейчас это просто вот стало частью их профессии. А когда энтузиазм пересекается с профессиональной деятельностью, но оно дает достаточно такой хороший результат. Плюс познание округа. Во-первых, мы сами заинтересованы. Вот я люблю изучать свой округ. Я когда, прежде чем куда-то выехать, я досконально изучаю. Я не только маршруты изучаю, я изучаю исторические какие-то события, связанные с теми или иными населенными пунктами или участками территории, через которые я буду проходить. Читаю Шренка, как путешественник, который у нас с Санкт-Петербурга доехал до восточной точки Нейскоавтономного округа. Поэтому вот исторические книги черпаешь. И ты понимаешь, что в принципе-то в логистической системе мало что изменилось. Маршруты практически идентичны, проходящие через одни и те же точки. Единственное, транспорт. Вот сейчас у нас снегоходы, вертолеты, квадроциклы где-то, да, а у них оленья упряжка, ну, гужевой транспорт, так скажем. Другого раньше не было. Но и то с таким потенциалом техники в то время они умудрялись и не боялись преодолевать такие грандиозные расстояния. А мы сейчас иногда бываем, боимся выехать за пределы города Наринмара на снегоходе или... Но это все просто зачастую, по крайней мере, с кем я разговаривал, ну, мы не знаем округа, мы не знаем его территории, мы, допустим, нам сложно ориентироваться на той или ином участке местности, потому что в определенные климатические условия тундра бывает опасна. Но это даже, наверное, не возможность транспорта, а возможность человека вот ориентироваться по погодным условиям, по природным каким-то приметам, да? Это уже... Ну, тоже личные качества, они влияют. Вот. Ну и, безусловно, сотрудники также где-то параллельно, самостоятельно проходят повышение квалификации. Как правило, это некие какие-то курсы по их каких-то интересам, а их интересы в большей мере связаны с туризмом или с его областями в той или иной направлении деятельности. Просто они для себя считают, что если я не буду развиваться и буду стоять на месте, то что я, например, могу дать людям, которых я везу на этот маршрут? Не обладая знаниями, когда ты везешь человека на маршрут, о чем я ему буду рассказывать? Да ни о чем. А просто прокатиться, ну, иногда суммы у туристского продукта бывают, ну, достаточно кусачие, не каждый может себе позволить, и просто прокатиться за такие деньги, ну, это неправильно. А вот что касается транспорта и вот всего материально-технического оснащения, снаряжения, вот вы по мере расширения приобретаете новые транспорты? Мы стараемся, но пока сейчас сложная достаточно экономическая обстановка вообще в стране в целом. Ну, мы надеемся, что если мы увеличим туристский поток, я думаю, за счет приезжих, потому что у нас нет цели заработать на наших гражданах, да, то есть наши граждане и так достаточно налогов платят для нашего содержания. Вот, поэтому мы, по крайней мере, по какой-то окупаемой стоимости тура делаем их, поэтому можно даже помониторить, что стоимость, например, для... у нас в турах-то не прописано для жителей неиско-автономного округа или для этого, для приезжего, да, то есть там, в принципе, человек для себя понимает. Если он готов, если он может, если он способен и имеет определенную денежную сумму, да, ресурс, то он, ну, безусловно, поедет. В основном, ну, вот сейчас мы стараемся зарабатывать. Зарабатывать для чего? Для того, чтобы расширить свои возможности за счет предпринимательской деятельности, безусловно. Мы сможем приобретать какие-то дополнительные технические возможности, расширять свои возможности, делать большее количество доступных туров для нашего же населения. То есть тут политика какая? Она абсолютно простая, понятна и прозрачна. Заработать на приезжих, чтобы сделать доступные вещи для наших граждан. Вот. Алексей, а используете ли вы при составлении маршрутов, туров, опыта других регионов, вот, похожих на наш, там, Ямало-Ненецкий округ, Мурманск, что у них можно интересно заимствовать? Ну, как правило, мы вот ориентируемся на Ямало-Ненецкий, на Ямало-Ненецкий это также Карелия и Мурманск. Ну, плюс еще где-то Алтай, но это в отношении каких-то экстремальных снегоходных туров, длительных экспедиционов. Ну, мы смотрим, в принципе, по тому комплексу услуг, который они предоставляют, о их возможностях. То есть мы делаем некое сравнение. Почему? Потому что вроде бы как-то, ну, Ямал, да, он рядом, но у него логистическая схема, она порядком развития, чем у нас. Поэтому, когда у нас говорят, что Ненецкий автономный округ это ворота в Арктику, да, это все так, но и доступна Арктика, ну, я с этим не согласен. Почему? Доступна Арктика у нас, Ненецкий автономный округ, это в каком плане? Доступность перелета к нам действительно дешевле и ближе лететь, чем, допустим, на тот же Ямал. Поэтому люди сейчас, приезжие, начинают переориентироваться с Ямала-Ненецкого на Ненецкий автономный округ, но доступна Арктика никогда не будет. Доступна почему? Потому что Арктика, она опасна на самом деле, и неподготовленный турист, он просто может в ней погибнуть. Поэтому это такое условное название, я считаю, что доступна она в плане перелета. Даже когда здесь были представители с Ямала-Ненецкого автономного округа, у меня было такое ощущение, что они тут как шпионы. Почему? Потому что они говорят, реально, мы сейчас теряем туриста. И они вот после этой поездки, я думаю, будут предпринимать или предприняли, возможно, уже какие-то адекватные соразмерные шаги в плане того, чтобы не потерять. А почему? Потому что к ним приезжают люди с Москвы и говорят, а практически то же самое предлагает Ненецкий автономный округ, а к ним дешевле и ближе лететь, чем к вам. То есть не только мы смотрим на опыт других регионов, но и другие регионы также уже обращают нас. Потому что мы сейчас выходим на туристский рынок, российский, как, в принципе, конкурентоспособный регион. И нас начинают, я думаю, коллеги бояться с других регионов. А вот есть ли у вас некий план, вот обычно каждое утверждение ставить себе такой план, не знаю, на 5 лет, вот сколько вы хотите достигнуть, какого количества туристов в 2025-2020 году, вот такие себе глобальные не строите планы? Как правило, мы строим, но оно выливается все в суммированных показателях по поступлению денежных средств. На самом деле для нас это, ну, какой показатель? Это, ну, поступление денег в бюджет, это сколько мы заработаем. Поэтому, безусловно, сейчас вот мы разработали туры, которые, я думаю, позволят нам, ну, начать зарабатывать. Вот, и время покажет, насколько прогноз в нашем свод-анализе, ну, оправдал себя. Спасибо, Алексей. Я напомню, мы сегодня в студии говорили о новых туристических маршрутах, которые сегодня готовит Центр арктического туризма. И у нас в гостях был Алексей Бажуков, начальник отдела продвижения и реализации турпродукта Центра арктического туризма. Это актуальное интервью. До встречи.